Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную шапочку с глубоким отворотом по типу шапочки такари. Шапочка вяжется, как вы видите, крупной вязкой, поэтому я использовала круговые спицы номер 9. Хотите, можете заменить на размерчик побольше, тогда будет у вас вязка более пышнее. На данную шапочку у меня ушел ровно один моточек, при том, что я сделала глубину как можно максимально глубже, для того, чтобы, сделав отворотик по уже, у нас получилась торчащая макушка, как сейчас очень модно любят под шапочку более спортивного стиля. Вот, также, так как у меня круговые спицы на длинной лесочке, то я буду вспомогательно использовать чулочные спицы, для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Если вы будете вязать с лесочкой и спицы брать покороче, то, соответственно, просто вам понадобится одна пара круговых спиц и на шапочку, и на снуд. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду вязать пряжи испанского производителя фирмы Valencia. Серия называется Mango. 250 граммов, 105 метров. Более подробно о данной пряже есть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Спицы у меня номер 9. Если вяжете туго, можете взять десяточку. На тросике, длины которой вам удобно. У меня это 60 сантиметров. Также нам понадобятся ножнички, сантиметр, иголочка и крючок. Для того, чтобы начать вязание и затем потом не пришлось его распускать и перевязывать, нам придется сделать некоторые расчеты. То есть нам нужно связать небольшой образец. Я буду вязать просто лицевой гладью, спицами и пряжей, которыми планирую вязать шапочку. Затем я измеряю, сколько же в 10 сантиметрах у нас вместилось петель по ширине. То есть я уже связала предварительно и знаю, что в 10 сантиметрах у меня вместилось 11 петель. То есть, следовательно, мы делим эти 11 петель на 10 сантиметров и получаем, сколько же петель у нас в одном сантиметре. 1 целая петля, 1 десятая в одном сантиметре. Далее мы должны взять наш обхват головы, на который будем вязать шапочку. У меня обхват головы 54 сантиметра. И затем эти, скажем так, петельки в одном сантиметре, 1 целая, 1 десятая, умножить на обхват головы. То есть на 54 в данном случае у меня. У нас получается 59,4. И если мы наберем, допустим, округлим до 60 количества наших петелек, которые вмещаются на обхват головы, то у нас получится большой размер. Нам нужно, чтобы шапочка села максимально хорошо на голову, но при этом не болталась. Для этого обычно убирают с окружности наших петелек, то есть с окружности шапочки, где-то порядка 10-15% от общего количества петель. Я возьму что-то среднее между 10 и 15%, то есть 13. Если мы от 59,4 петли уберем 13%, то у нас получается 51,6 и так далее. Вот мы округляем это число до целого, то есть 52. И к этим 52 петелькам я наберу одну лишнюю петлю, которая у нас сократится при замыкании в круг. И останется нужное количество петель нашей 52. Это для окружности 54 сантиметра. Где-то подойдет, может, даже 55, потому что я убрала малое количество процентов, то есть для того, чтобы прилегало. Поэтому я хочу что-то среднее, то есть не слишком облегающее и не слишком свободное. Где-то вот 54-55 вполне будет достаточно. 52 петли это с моей плотностью вязания. Вы же, чтобы не перевязывать в дальнейшем шапочку, сделайте небольшой образец просто обычно лицевой гладью. Хоть мы и будем вязать резиночкой один на один, но при этом, исходя из лицевой глади, делаем вот такие вот самые элементарные расчеты. Так как у меня тросик 60 сантиметров, а это достаточно неудобная длина для замыкания вязания в круг, я начну набирать петельки на чулочных спицах. То есть я беру самый максимальный размер, который у меня есть, и набираю на чулочных спицах нужное количество мне петель. Затем я их распределю, замкну вязание в круг, и перейду на спицы, которые нужны мне уже для вязания непосредственно самой шапочки. Начальные две петельки я набираю на одну спицу, для того, чтобы они не были у нас растянутые, и при замыкании вязания в круг это будет очень удобно, их видно. Затем приставляю вторую спицу, набираю еще 50 петель, то есть 52 петли нужны нам для окружности головы, для вязания данной шапочки. И плюс, как вы помните, одна лишняя петля, 53-я, наберется у меня для того, чтобы замкнуть вязание в круг, и максимально, скажем так, получилось ровное красивое соединение. Затем я буду набирать на две пары чулочных спиц, так как мне не очень удобно будет набирать общее количество петель всего на две спицы. А затем буду уже их распределять на четыре спицы, для того, чтобы замкнуть. После того, как набрали нужное количество петелек, мы поворачиваем стороной там, где у нас вот такие вот рубчики. То есть не где косичка красивая наборочного края, а там, где рубчики. Точно так же делаете и на круговых спицах. Затем я делю для удобства на четыре спицы общее количество петель, то есть каждую пару делю пополам. Если у вас это круговые спицы, то вы просто достаете одну свободную спицу и начинаете замыкать вязание в круг. Вот так я делаю на чулочных. Мне привычнее так делать, потому что, честно говоря, из-за одной шапочки я не стала просто-напросто покупать пару спиц, скажем, круговых, для того, чтобы уменьшить длину лесочки. Вот, теперь смотрите. Мы, оказалось у нас таким образом вязание, мы должны его замкнуть в круг. И обратите внимание, чтобы у вас не было перекручена вот эта наборочная косичка. И обратите еще раз внимание на то, что сторона вверх рубчики. У нас рабочая ниточка сейчас на левой спице в левой руке. Вот так. Теперь берем в руки ту спицу, на которой набраны начальные две петли и конечная петля, которая лишняя у нас должна сократиться. Переснимаем на левую спицу первую набранную петлю. Затем перекидываем вот эту петлю лишнюю между первой и второй петелькой. Она у нас оказывается и спускается с работы. Вот она она у нас. Возвращаем обратно петельку, первую набранную, ко второй. Почему я вам говорила, что будет удобно замыкать вязание в круг, если начальные две петли у вас на одной спице. Их вот сейчас четко видно. И вот эта лишняя петля у вас оказалась между первой и второй набранной петлей. Далее. Тянем один хвостик ниточки, коротенький, наборочный, от себя. Точнее, как на себя, а рабочую нить от себя. Вот так. То есть затягиваем наше вязание. Вязание. Далее отправляем вот этот хвостик к рабочей ниточке. И будем вязать именно на вот этой стороне, где рубчики. Так как у меня шапочка с отворотом. И когда отворотик на лобной части у нас будет наверх отворачиваться, то вот эта красивая косичка останется с лицевой стороны. Пока она у нас сейчас рубчиками вверх. Теперь я для удобства также провяжу первый ряд на этих же спицах. То есть как бы зафиксирую вязание, а затем уже перейду на обычные круговые. Первый ряд это распределение резиночки один на один. Первая лицевая петля я завожу снизу, вытаскиваю петлю двумя ниточками, обратите внимание. Далее изнаночная петля. Я как бы зафиксировала ниточку вот этого наборочного хвостика. Ее бросаю, потом я ее спрячу. А дальше продолжаю чередовать. Лицевая петля, изнаночная петля. Лицевая петля, изнаночная петля. Лицевая петля, изнаночная петля. На круговых спицах вы повторяете все то же самое. Чередуете лицевая, изнаночная поочередно. Пока не дойдем до конца ряда. Там где мы бросили ниточку наборочного края. То есть пока не дойдете до вот этой спицы. И снова лицевая, изнаночная. Чтобы не шурудить спицами, я пока переключаю видео. А вы дальше продолжаете чередовать то лицевая петля, то изнаночная по всей окружности. Распределяю на резиночку один на один. Если ряд у вас закончился изнаночной петлей, значит вы распределили все правильно. Теперь вот эту ниточку можете сделать покороче, чтобы она вам не мешала. И между первой и последней спицей я сейчас поставлю вот так вот булавочку. То есть маркер, чтобы знать где начало конец ряда. И перехожу на круговые спицы размером побольше, как вы видите. Теперь точно так же я продолжаю вязать лицевая над лицевой. Мне сейчас это будет достаточно тяжело сделать, потому что у меня спицы, как вы видите, гораздо больше, чем чулочные. Далее изнаночная над изнаночной. Но изнаночную мы будем теперь вязать при круговом вязании за дальнюю стеночку. Я сейчас для удобства повернула, потому что у меня здесь двойная идет ниточка. Но в дальнейшем я вяжу лицевая за ближайшую стеночку, изнаночная за дальнюю стеночку. Снова лицевая за ближайшую стеночку, изнаночная за дальнюю стеночку. Вот так я продолжаю вязать, чередуя лицевая и изнаночная над лицевой и изнаночной. Объясняю, для чего изнаночную вязать теперь в дальнейшем за дальнюю стеночку. Потому что у нас будет отворотик на, скажем так, лобной части. И с лицевой и с изнаночной стороны, таким образом, у вас косичка будет получаться неперекрученной и красивой. Если же вы будете изнаночную провязывать за вот эту ближайшую к нам стеночку, то тогда у нас будут перекрещенно ложиться петельки и получится не косичка, а такие как бы рубчики. Многим людям это, в принципе, нравится. Но, честно говоря, многие ожидают такого эффекта, что будет вау-вау. Шапочка с первого раза красивая, но не соблюдают таких элементарных правил. Это, конечно, для тех, кто вяжет бабушкиными петлями, как я. Многие вяжут классическими петлями. Вот если вы вяжете классическими, то там уже смотрите, как у вас ложатся петельки. И так вы продолжаете вязать лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. Еще раз повторюсь, я сменю сейчас спицы для того, чтобы вязать по кругу. И все, и у меня перейдет вязание просто на обычную резиночку 1х1 на протяжении всего вязания, до тех пор, пока не дойдем до петель закрытия макушки. Все, я перешла на круговые спицы, и мои трудности на этом закончились. Теперь я продолжаю вязать просто по окружности, подвигая постоянно, мне придется подвигать вот этот тросик. А так я дальше продолжаю вязать лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной за дальнюю стеночку. И все, вот так вот мы начинаем вязать просто по окружности резиночку 1х1 до самой-самой нашей макушечки. То есть мы не будем делать никакую, обычно я предлагаю делать разделительную полосу на линии сгиба. Вот здесь я ее делать не буду, потому что эта шапочка в принципе должна садиться, скажем так, с красивой круглой формой на затылочной части вот этой линии отворотика. Вы ее уже будете фиксировать сами, какую вы хотите, поуже, пошире, то есть в зависимости от, конечно же, вашей формы лица. Вот, и вот так вот дальше, то есть я довязала снова, буду подвигать тросик. Если тросик у вас 40 см, то, соответственно, вам будет гораздо удобнее просто вязать по окружности на нужный размерчик. Вот, и все, и вот так вот дальше продолжаем, вяжем, вяжем, вяжем. Связать нам нужно высоту шапочки, это ширина отворота, которую вы хотите, я люблю пошире. Вот, и плюс шапочка, скажем так, высота классическая женской шапочки, где-то 21 см, и плюс нам нужно, чтобы она немножечко свисала. Вот, исходя из этого, я сделала вывод, что мне нужно до убавления макушки провязать 30 см. По рядочкам у меня вместилось 47 рядочков. И сейчас я подтягиваю спицы и начинаю делать первое убавление для макушки. В первом ряду убавления нам нужно сейчас сократить изнаночные петли с ряда. Для этого у нас сейчас первая петля лицевая, начинается ряд с лицевой, мы ее поворачиваем вот так вот дальней стеночкой вперед. И теперь вместе с изнаночной за дальней стеночкой провязываем вместе одной лицевой. То есть делаем убавление с наклоном в левую сторону. И у нас уже получилось вместо лицевой и изнаночной просто одна лицевая петля убавления. Далее повторяем. Лицевую поворачиваем дальней стеночкой вперед и за дальней стеночкой вместе с изнаночной провязываем убавление вместе лицевой. И таким образом, посмотрите, мы связали с вами 2 рапорта, убавили 2 изнаночные петли, которые идут следом за лицевыми. У нас теперь вместо 4 петель всего лишь 2 лицевые. И так повторяем до самого конца ряда. Лицевую поворачиваем дальней стеночкой вперед и теперь уже за образовавшиеся дальние стеночки вместе с изнаночной провязываем одной лицевой. Довязали ряд до конца и убавили все изнаночные петли в ряду. Теперь следующий ряд мы провязываем просто лицевыми петлями. Каждую петельку вывязываем лицевой. Довязали второй ряд лицевыми петельками. Теперь в третьем ряду макушки мы будем провязывать каждые две петли попарно вместе лицевой. Первая и вторая петля провязываем вместе одной лицевой. Третья и четвертая, второй лицевой. Заводим за вторую петельку и вяжем за ближайшие стеночки. две вместе петли одной лицевой. Хорошо захватываем и провязали. Далее третью и четвертую заводим за четвертую петлю и вместе с третьей провязываем одной лицевой. То есть сокращаем в этом ряду снова петельки в два раза и провязываем попарно до самого-самого конца этого ряда. После того, как довязали ряд с убавлениями, у нас остается всего лишь 13 петель, которые мы собираем на просто рабочую ниточку. То есть крючком поочередно можете переодевать петельки на рабочую нить. Захватываем, продели. Снова захватили пару петель, продели сквозь рабочую нить. Вот так вот. Далее снова сквозь две петельки. Можете попарно продевать, можете через все, как вам удобно. Можете снимать и продевать рабочую нить. Вот так вот. Я буду делать это по ходу вязания по часовой стрелке, как и прежде. Пока не пересниму все абсолютно петельки на рабочую нить. Вот она у меня. Она длится. И я сейчас пропущу сквозь вот эти петельки. Собрали все оставшиеся петельки. Можно это сделать как крючком, так и иголочкой. Если вам удобнее делать сборку иголочкой, то, соответственно, делайте иглой. Теперь смотрите, у нас осталась рабочая петля от нитки. И вот она, рабочая нить от нотка. Теперь рабочую нить мы отрезаем. Оставляем хвостик подлиннее для того, чтобы спрятать кончик. Можно было максимально удобнее. Вот. Теперь подтягиваем хорошо петельку. Можете крючком подтянуть ее и рабочую нить захватить, сделать как бы воздушную петлю. Вот. Затем затягиваем хорошо вот эту получившуюся петельку. Вот таким вот образом. За рабочий, скажем так, движущий край дергаем и стягиваем макушку. Теперь что у нас получилось? У нас получилась стянутая красивая макушка. При этом достаточно аккуратно она закрыта. Посмотрите. Стягиваем до тех пор, пока вот здесь не получится, скажем так, чтобы не было отверстия. То есть не получится пока стянутая макушка. Вот. А затем мы вытаскиваем отрезанную ниточку на внутреннюю сторону и фиксируем уже ниточку, вот эту остаточек с внутренней стороны для того, чтобы с лицевой стороны у нас получилась красивая и ровная макушечка. Зафиксировав хвостик, вы теперь делаете отворотик. Обязательно спрячьте начальную ниточку. Вот он у меня маркер перенесен на верхнюю сторону. Здесь у меня начало ряда. Как вы видите, никакого порожка здесь нет. Все ровненько, красиво, благодаря той лишней петле, которую мы набирали. И прятать кончик лучше всего на линии отворота. Как бы теперь с лицевой стороны она у нас будет уже на внутренней стороне. Вот лучше всего прятать краешек вот здесь на линии отворота. Вот и все, маркер теперь снимаем. Ничего нам больше не нужно. Ниточки, которые мы если присоединяли, прячем обязательно. Так как у меня ушел практически моток на всю шапочку, то никаких присоединений я не делала. У меня была лишь начальная ниточка и теперь уже отрезанная, буквально чуть-чуть остаточка мотка, вот эта рабочая нить. Все, теперь вытаскиваем на внутреннюю сторону, прячем хвостик и наша шапочка готова. Нам остается лишь только сделать тепловую обработку по желанию. Одеваем на голову и носим с удовольствием. Я надеюсь, что вам понравилось, было все интересно и понятно. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать новые оповещения о моих видео. Пока-пока!